Сегодня я хотел бы поговорить о Завете, о Завете, о Завете. 49-й Псалом, 5-й стих говорит так. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». При жертве. И Господь говорит, «Соберите ко мне святых моих, которые вступили в завет со мною при жертве». Мы знаем, что однажды Господь придет, аминь, и своих, что? Заберет. Кто верит в восхищение церкви? Аллилуйя! Мы верим в второе пришествие Иисуса Христа и восхищение церкви. Мы верим, что мы будем восхищены. Аминь. Кто будет восхищен? Святые. Кто будет восхищен? В Завете. В каком Завете? Просто так Завет? Или это Завет, инициатором и автором которого является сам Бог? Аминь. Сам Бог является автором этого Завета. Не мы ставим свои условия, хотя нам хочется, конечно, свои условия везде поставить. Условия ставит Бог. Условия полностью и окончательно устанавливаются Богом. Аминь. Условия Завета. Поймите, что всякие долговременные отношения, они устанавливаются только на основании Завета. Это и в семье. Аминь. Смотрел какой-то фильм. И там просто диалоги, просто фразы. И звучит такая фраза. Это твой друг? Он говорит, нет, это товарищ. Друзья, это больше, чем товарищи. Хотя там товарищи, да, там раньше говорили. Товарищи закончились. Слава Богу. Поэтому не надо вспоминать смело товарища в новом. Надо почитать тех, которые погибли, тех, которые отдали жизни. Но победобесием заниматься не надо. Не надо вытаскивать всех бесов. В любых их проявлениях. Почтение, уважение, да. Но фразы типа «можем повторить» таких не нужно. Подпевать кому-то тоже не нужно. Сильные взаимоотношения, рассчитанные на долгое время. Они все заключаются через завет. Аминь. Они все основываются на завете. Все основываются на завете. Поэтому Господь говорит, «Соберите ко мне святых моих». Наверняка будут не святые. Наверняка будут другие. Наверняка будут те, которые будут говорить, «Не твоим ли именем мы делали что-то». А он им скажет, что скажет? «Я не знаю вас». «Я не знаю вас». Наверняка будут такие люди, которые думали, что они знают Его, исходя из того, что они что-то знали о Нем. Но они не знали Его. И Господь говорит, «Я не знаю вас». Есть что-то важное в нашей жизни. Это построение долговременных, глубоких отношений с Богом. Аминь. Не просто решить свою ситуацию. Не просто решить свою проблему. Мне понравилось, как сестра говорила. «Я получила свое чудо от Бога, но я хочу отдавать. Я хочу делиться тем, что есть что-то у меня». Это правильно мотивация? Это правильно. Потому что Бог призвал нас не для того только, чтобы решить наши проблемы, и при этом мы не интересовались его проблемами. Завет – это что-то большее. Аминь. И без завета не может быть взаимоотношений. И без жертвы не может быть завета. Вступившие в завет при жертве. книга «Бытие» книга «Бытие», пятнадцатая глава. История о Аврааме. Аврааме. Это еще Авраам. Без двух «а». седьмого стиха читаем. У вас есть Библии, да? Открыли все? Ты смотрит? И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнюю овну, горлицу молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощения. После всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Морею доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал потомству твоему, даю я землю сию. У Бога для тебя и для меня есть обещание. Аминь. Есть обещание, есть обетование. Мы знаем, что Библия наполнена обетованиями. Мы знаем, что много обетований, иногда мы их цитируем, мы говорим, вот Бог мне обещал то, другое и третье. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, что у Бога есть обещание для нас. Но я верю, что они не приходят в нашу жизнь автоматически. Они появляются просто потому, что мне так хочется, чтобы это стало моим. Я его цитирую, я говорю и даже провозглашаю, что это мое, это для меня. Есть определенные условия прихода обетования Божьего в нашу жизнь. Есть определенные условия. И читая эту историю, мы замечаем, что Авраам, он не делал то, что он считал нужным. Он делал то, что ему сказал Бог. Аминь. он делал точности то, что ему сказал Бог. Если бы Ной делал то, что он считает нужным, он никогда бы не построил ковчег. ему в голову не пришло бы строить корабль, когда нет дождя, на горе. Никому из нас в голову такое бы не пришло. Но когда ты открыт для Бога, когда ты открыт для того, чтобы Бог говорил с тобой, и у тебя есть отношения с Ним, Он будет тебе что-то говорить. Он будет говорить твою жизнь. И не всегда это будет нам нравиться. И не всегда мы будем, может быть, понимать это, точно так же, как Ной не понимал, но он делал послушание, он строил, он верил, что Бог сказал. И Авраам, он сделал точно так же. Он взял этих животных, он положил их на жертвенник, еще не зная, что будет, еще не понимая, к чему это приведет. Иногда наши действия, наши служения, они имеют дальнюю перспективу. Это не то, что у тебя сегодня под ногами. Твое служение Богу, когда ты служишь Богу и прилагаешь себя в чем-то, в исполнении Его воли, Его слова, оно имеет перспективу на твоих детей. Аминь. Оно имеет перспективу на твоих внуков. Оно имеет перспективу на твои следующее поколение. Оно имеет перспективу на твою страну. То, что ты делаешь, твое послушание, оно имеет дальнюю перспективу. Авраам не просто назван отцом всех верующих. он поверил. И он начал делать так. Аминь. И его обетование, оно не сразу пришло. Мы читаем, говорим, о, у него долго не было детей, у него была проблема, и вот он ходил, а Сара не верила, а он верил, и Бог его выводил, там показывал, и столько будет потомства твоего, и это было там столько времени, и вот тогда вот, короче, Бог назвал его. И мы думаем, что вот Бог, вот просто ему было жалко Авраама, и он решил его проблему. Нет. У Бога есть план. У Бога есть план, который выше нашего понимания. От тебя я произведу великий народ. И Бога был план произвести народ, чтобы пришел Спаситель. Аминь. Поэтому Авраам, первое, он был послушный. Аминь. Как он вошел в Завет? Он сделал что-то, остальное сделал Бог. Аминь. Еще раз повторюсь о том, что условия инициатива, они приходят от Бога. Аминь. А что мы делаем? Мы соглашаемся. Соглашаемся. Мы говорим, Господь, хорошо, я это сделаю. И вот в этой истории смотрите, там не все так просто, там не все так легко. Когда он, казалось бы, все сделал, умертвил этих животных, положил, где кажется, вот, все хорошо, я вот жертву принес на стадионе, я вот в церковь пришел, хотя мне не хотелось, аллилуйя, Господь. Там налетели хищные птицы. Жертву нужно было защищать, жертву нужно было охранять. Налетели хищные птицы. Господь, а нельзя было, ты же повелеваешь всем там, ты вот повелел ворону кормить пророка, и он носил ему мясо, а тут какие-то хищные птицы налетели. Неужели нельзя было? Знаете, есть вещи, которые Бог допускает в нашей жизни для того, чтобы ты не ослабел, для того, чтобы ты понимал, это наша ответственность защищать жертву. Если хочешь вступить в настоящий завет с Богом, тебе придется защищать свое призвание, тебе придется защищать свою веру, тебе придется защищать свое упование, тебе придется защищать от хищных птиц. Кто такие хищные птицы? Это разные мысли, да? Кто-то сказал, над моей головой летает много птиц, но я не всем позволяю свить у меня гнездо над головой. Они летают, пусть и летают, но я не позволю сомнению клевать мою жертву. Я не позволю страху овладеть мною. Это наше решение. Аминь. Хищные птицы, они могут летать. Они налетели сразу же. У кого было там вот пришел к Богу, покаялся, и кое-что стало хуже? Хищные птицы. То тебя все любили, да? То все было хорошо, как-то так все. И тут сразу же ты слышишь какие-то голоса. Не, люди, они как люди, ну, их любить надо, проповедовать им. Ну, просто иногда они как хищные птицы. Как хищные птицы, да? Налетели сразу там сектант, квартиру заберут, это все, там, деньги носишь, ай-яй-яй-яй-яй, и это самое, а там эти, да, на кладбище, на гробки не пойдешь, что ж ты не пришел на гробки, ты вообще не верующий, что то за вера такая, что не разрешает на гробки ходить, вера разрешает делать все, что ходишь, так главное по воле Божьей должно быть. Бог в храме, аминь, могилы своих близких мы уберем в другое время, а носить еду туда, выпивку и устраивать застолье мы не будем, потому что этого в Писании нет, это язычество, это хищные птицы, они сразу же начнут тебе рассказывать, правильная вера, неправильная вера, хищные птицы, они сразу, тебе нужно защищать, и тебе нужно было их отгонять, тебе нужно всячески было бороться, аминь, и кто-то сейчас борется, ты победишь, аминь, ты победишь, твоя вера позволит тебе быть победителем, ты победишь, и они там налетели, и они там кружились, и они там что-то хотели съесть твое, твое упование, твою веру, твою жертву, они хотели съесть это, они хотели лишить тебя благословения, все, что они хотят, лишить тебя благословения, обетования, чтобы ты был, как все, понимаете, как все, выделился, подумаешь, вот верующий, выделился, ох, Авраам, ох ты и выделился, вот ты чего это вот вздумал, жил себе там в Уре-Халдейском, все нормально было, живи себе и радуйся, ну чего ты вот это вот начал выделяться, чего ты пошел куда-то, чего ты вот это оставил и пошел туда, не зная куда, когда тебя спрашивали ты куда идешь, он говорит, не знаю, кто тебе сказал идти, Бог пришел и сказал, какой Бог, вот мы вот знаем Богов, а у них там все идолы стояли, старший идол, младший идол, средний идол, женский идол, мужской идол, разные идолы, какой из них сказал тебе, не знаю, Нет, эти молчали все время. Они молчат и молчали. А вот сказал то. Бог сказал. Какой Бог? Ну, не знаю. Ну, вот он сказал. Что он тебе сказал? Иди, Авраам, я тебя веду и дам тебе новую землю. Я тебя призваю народ. И вот он пошел. И, конечно, ты выделяешься из толпы. Ты выделяешься тем, что ты не такой, как все. Ты уже со всеми не туда, не сюда и не туда-туда. Ты уже другой. И все взоры сразу на тебя. Если ты с нами не пьешь, значит, стукачу. Все взоры сразу на тебя. Ты не такой. Что это? Хищные птицы. Которые хотят съесть твое благословение. Съесть твое благословение. Они от этого не станут благословенными. А ты потеряешь. Когда ты будешь подстраиваться под них. когда ты будешь пытаться замаскироваться. Знаете, Библия говорит, дружба с миром вражда против Бога. Дружба с миром. Хочешь быть хорошим для мира, значит, ты будешь врагом Богу. Хочешь быть другом Богу, мир будет враждовать с тобой. Но лучше быть другом Бога. Аминь. Лучше, чтобы однажды Он призвал нас, вступивший в завет при жертве. Лучше, чтобы однажды мы услышали Его голос и были восхищены вместе с Ним на небесах. Знаете, это задача Авраама была отгонять хищных птиц. Бог говорил, каких птиц нужно было приносить жертву, а сохранять их, это была ответственность и обязанность Авраама. Знаете, для всех нас Бог предусмотрел жертву в Иисусе Христе. И наша ответственность, наша обязанность защитить, защитить, уберечь эту жертву, от растерзания хищными птицами. Аминь. Отгоняй этих птиц. Отгоняй свои сомнения. Отгоняй свое неверие. Свой страх. Как бы оно тебя не атаковало, пусть не сквернят тебя хищные птицы. Дальше, в 12 стихе говорит, при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот наполнил ужас и мрак великий. В нашей жизни бывают разные периоды. Есть период, когда мы спим. Когда мы духовно спим. И вот, пришел такой период, пришло такое время. Вот вроде бы и все. И сон пришел. Знаешь, Иисус взял учеников своих. Он взял их в Гефсиманский сад. Сначала Он их на гору преображения взял некоторых. Вот. И там преобразился перед Ним всей славой. Они спали. А потом они проснулись и говорят, Господи, хорошо нам здесь быть. Да? Вот сон. И во сне ты выходишь вообще из реальности Божьей. А потом, когда Гефсимания, когда борение Иисуса Христа, Его кровавый пот, Его страдания, этот ужас, который приходит к Нему, это внутренняя борьба. И ученики спят. Глубокий сон напал. Напал этот сон. Иисус говорит, не могли бы вы бодрствовать хотя бы час. Не могли бы хоть немножко пободрствовать. а они просто спят. И дальше. Напал ужас и мрак великий. Напал на Нему ужас и мрак великий. Каждый из нас проходит свои периоды сна, свои периоды духовного мрака. Это не обязательно, что ты такой слабый, верен, незрелый. Бог же не дает нам испытаний сверх наших сил. Знаете, да? Бог не дает нам испытаний сверх наших сил. Почему иногда в нашей жизни вот такие мрачные времена, да? Вот мрачно все. Как-то все мрачно. Вот все такое. Какое-то все приходит. Вот. Для того, чтобы ты вышел победителем. Для того, чтобы ты вышел оттуда победителем, стал сильнее. Аминь. Как спортсмена, знаете, тренер нагружает, и нагрузки на него все увеличивает, увеличивает. И это же не из-за ненависти тренера к спортсмену, а из-за любви к нему, чтобы сделать его сильнее. Аминь. Как иногда Бог в нашей жизни, мы проходим какие-то периоды для того, чтобы сделать нас, что? Сильнее. Сильнее. Чтобы Авраам и его потомки, они могли пройти через все испытания. Потому что Бог сказал, 400 лет потомки твои, они будут угнетаемы в Египте. 400 лет они будут в угнетении. 400 лет. И потом я их выведу. И они прошли. Да, можно говорить, там разные. Разные у них были периоды. Разные. Но все равно они прошли и Египет, и пустыню, и вошли в обитованную землю. Потомки Авраама овладели землей. Что такое благословение Авраама? Поймите, вот этот завет, вот этот союз, эти отношения, они распространяются и на следующее поколение. Аминь. И на следующее поколение. И когда зашло солнце, наступила тьма, и вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. И вот здесь уже, знаете, через страдания Иисус проходил. И Он страданиями навык послушанию. Да? Знаете, не страдание определяет нашу судьбу, а наше поведение во время страданий будет определять нашу судьбу. Иногда мы в горниле страданий не потому, что мы что-то плохо сделали или не так сделали. Для того, чтобы получилось чистое золото, его нужно плавить в пламени, дабы испытанная вера ваша оказалась чище. Он сказал, что когда плавят металл, его нагревают до такой температуры, и когда все примеси, они поднимаются, их снимают, их снимают до тех пор, пока в этом металле не отобразится лицо плавильщика. Плавильщик видит свое лицо. Это очень пророчески. Иногда в нашу жизнь приходит переплавка и горнила страданий для того, чтобы доколе отобразиться в нас Христос. Аминь. Он должен что-то увидеть в нас. А мы думаем, что «Ой, Боже, избавь меня! Нам хочется легких путей, нам хочется все обойти, приспособиться ко всем, как-то под всех подстроиться, под то, под это, под каждую ситуацию, тут избежать, тут не болит, там не болит, вот все, все хорошо, там я хороший, на работе хороший, везде я хороший, от всего ушел». Но в результате ты становишься просто слабым. А когда ты принимаешь вызов, ты говоришь, «Я верю, искупитель мой жив, я верю, что я пройду через это, я верю, что это для меня испытание моей веры, и я верю, что Господь, Он увидит меня на том берегу. Аминь! Я стану сильнее». Трагоценные металлы не могут быть очищены без сильного нагрева. Без сильного нагрева. И вот во всей этой атмосфере хищные птицы, мрак вдруг пламя огня, пламя огня проходит между рассеченными животными. Пламя огня. Мы поем, «Огонь твой горит во мне». Это проявление Божьего Духа. И в момент глубочайшей тьмы Господь в явлении пламени вступает в завет с Авраамом. Он прошел между рассеченными животными и тем самым Он вступил в завет. Поэтому, когда в нашей жизни есть какая-то тьма, Дух Святой хочет высвободить для нас, высветить для нас самое ценное – это жертва, потому что это все, что нам нужно увидеть. Жертва – это символ завета. А завет – это окончательное, бесповоротное Божье посвящение. Аминь. Бог посвятил Себя нам. Мы можем проходить самые разные времена. и можем не видеть ничего, даже если ты ничего не видишь и ничего не может прийти тебе в голову, а только факт смерти Иисуса Христа на кресте, этого уже достаточно. Это жертва, принесенная за нас. Это все, что нам необходимо знать, потому что в этом заключено все. Апостол Павел в послании Римлян говорит, как тот, который сына своего не пощадил, но предал его за нас, с ним не дарует нам и всего. И когда у тебя есть только надежда и упование на него, и когда у тебя есть только то, что Иисус умер за тебя, этого больше, чем достаточно. Знание того, что Иисус умер за тебя, понимание жертвы Иисуса, это больше, чем достаточно. Все заключено в его завете через жертвенную смерть нашего Господа Иисуса Христа. Вот так Господь и Авраам вступили в завет. Они вступили в завет друг другом. Почему нужно было, чтобы была смерть? Послание евреям, 9 глава, 16 стих говорит, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала и смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Вступающий в завет вступает в него через смерть. невозможно быть в завете и оставаться живым. Невозможно быть в завете с Богом и жить для себя. там приносили животные, это символически, они символизировали смерть того, кто приносил их в жертву. Мы не умираем физически, но физически за нас умер Иисус Христос. Аминь. И когда мы приходим к вечере Господней, то мы говорим, что мы смерть Господню возвещаем. Аминь. Да коли Он придет. Что значит мы смерть Господню возвещаем? Он умер вместо меня. Он умер вместо меня. Поэтому я живу не для себя. Я живу для Него. Когда беру хлеб и беру вино, я возвещаю Его смерть и я говорю, я живу не для себя. Я умер вместе с Ним. когда мы символизируем завет, когда мы понимаем, когда мы открываем свое сердце, свой дух, для того, чтобы быть в настоящем завете с Богом, тем самым мы отказываемся от всяких прав на себя. быть в завете с Богом, это значит передать права на себя Ему. Быть в завете с Богом, это не значит, что я подключился к какому-то хорошему контракту, который мне будет все давать. и я буду все получать. Настоящее понимание завета в том, что я отказываюсь от своих прав на самого себя и право я передаю Богу. Аминь. Право владеть моей жизнью принадлежит Богу. Аминь. Право на мое имущество принадлежит Богу. Все его. Тут кто-то рассказывал недавно, да? Брат Олег рассказывал, да? Про финансы когда он говорил. Они же не наши. Все Богу. Когда я в завете с ним, это значит, что мое время не я, не право Богу. Аллилуйя. Моя жизнь, она принадлежит Ему. когда каждая сторона проходит между частями жертвы, как бы в сущности, они говорят, если необходимо, я умру ради тебя. С этого времени твои интересы, твои интересы берут верх над моими собственными. Я слышал свидетельство одного пастора, по-моему, да? Он рассказывал о своем детстве, как в детстве они ездили в село, в деревню к дедушке, бабушке, к дедушке, бабушке, все ездили, да? Вот. И, ну, летом в селе там сельские, городские, да? Вот. И там дружба, кока-кола, все вместе, да? И вот было две девочки, одна из села, другая городская. И вот эти две девочки, они так дружили вместе, они так сильно дружили. И просто не разлей вода. И, знаете, ну, в селе ж не только речка, гулять, в селе еще работать надо. И вот когда эту городскую девочку, там, бабушка просила что-то делать, то сельская девочка, она с готовностью приходила и помогала ей, и они вместе делали эту работу. Ну, такая у них хорошая дружба была. Но потом однажды все случилось наоборот. Нужно было делать что-то у этой сельской девочки. И городская девочка, она просто нашла какой-то повод, какой-то это, и ушла в сторону. Как вы думаете, дружили ли они потом? Нет. Дружба закончилась. Дружба это не просто пока мне это удобно. пока мне это удобно. А отношения с Богом, завет с Богом, это не идет в сравнении с нашими земными отношениями. Пока мне удобно, мне удобно прийти на десять. Я приду на десять. Ой, пастор, давайте принесем в служение. На одиннадцать. Потому что мне неудобно. Уже у нас было и на девять. Я знаю, даже на одиннадцать будут опаздывающие. Когда мне удобно, то ради меня не надо ходить в церковь. Церковь надо ходить ради Него, чтобы поклоняться Ему, потому что Он ждет, потому что Он хочет. чем-то делиться с нами. Потому что Он свою часть завета желает выполнить. Он желает выполнить свою часть завета, благословить тебя всяким пониманием, всяким разумением, откровением. Он желает благословить тебя. Он свою часть завета выполняет. Он говорит, я землю, Авраам, тебе даю наследие. Все хочу дать тебе. вот это я дам тебе. Что такое завет? Но когда это в одни ворота, и год, и два, и три, и больше, и все в одни ворота, может, ты пойдешь поевангелизируешь, может, ты пойдешь кому-то рассказываешь обо мне, ой, ой, я стесняюсь, я не умею говорить, я не знаю, что говорить, я не знаю, кому говорить, я не знаю. Господь, говори, иди, открой уста, а я их наполню. Иди, говори, иди свидетельствуй, расскажи людям обо мне. Ой, и так уже на меня косо смотрят еще, так вообще будут смотреть. У тебя на работе все знают, что ты верующий. Ну, догадываются. Бог стучит, говорит, может, ты уже служить мне начнешь, может, уже пора взять ответственность, может, уже пора выйти за пределы, может, уже нужно что-то взять, какую-то ответственность идти. Ой, да, вот сидят на первом ряду, хватит их, а то служители. Нет, я человек не речистый, я человек это, я служу молитвой. пять минут в день. Если ты хочешь служить молитвой, вон, третий этаж, молитвенная комната, приходи на сутки и молись. служи молитвой. Если ты по-настоящему хочешь служить молитвой, хотя бы час. Я тут некоторых пытался заставить хотя бы час молиться. Но некоторые, правда, пытались. А некоторые, ой, на третий этаж идти, вот это вот. Мне тяжело подняться. Ой, еще куда-то. Так залезь хоть в подвал, но молись. Найди то место, куда ты можешь попасть, но молись. Аминь. Ну нельзя быть в завете с Богом, если по-настоящему вступил в этот завет при жертве, и у тебя есть понимание жертвы, и ты ничем не жертвуешь. И с твоей стороны никакой жертвы. Никакой жертвы. Жертва, она была рассечена на две стороны. или наша часть жертвы, или наша часть жертвы, наше время, наше посвящение и наше служение. Через какое-то время, Авраам стал Авраамом, и Господь сказал, ну а теперь сына своего принеси в жертву. Знаете, если бы Авраам не был в завете с Богом, он бы даже не подумал бы что-то делать в эту сторону. он даже бы не попытался, но он уже был в завете. И в последний момент Бог вмешался и удержал его. Но это не конец. Спустя две тысячи лет Бог в свою очередь выполнил свою часть завета. И в ответ на нужду Авраама и его потомков всех нас он принес жертву своего единственного сына. И на этот раз спасение не пришло. Последний момент на кресте Иисус отдал свою жизнь как полную цену спасения Авраама и всех потомков. Это было следствием того посвящения, которое Бог и Авраам заключили друг с другом в ту роковую ночь, когда они прошли между двумя частями жертвы. И вся последующая история, она была определена в качестве следствия их завета. Давайте зададим себе вопрос. Мое посвящение и моя часть завета в порядке? «Для кого я живу?» Апостол Павел в втором послании Коринфянам он дает нам ответ на этот вопрос 5.15 «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это ответ для нас. Ответ на этот вопрос. Если мы должны сами себе задавать какие-то честные вопросы, аминь, и найти честный ответ. Живущие не умершие, а живущие не для себя жили. В чем наша смерть? Жить не для себя, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, я снова повторю, это 49-й Псалом, 5-й стих, где Господь говорит, «Соберите ко мне святых моих, соберите ко мне святых моих, вступивших в завет при жертве». Не хотелось бы, чтобы, знаете, первое воскресенье месяца каждый раз мы приходим к причастию, мы берем хлеб, частичку хлеба, мы берем его, вздыхаем, съедаем, потом выпиваем вино, и ничего не меняется, и все остается таким, как было до этого. Это жертва. Аминь, жертва. «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Аминь. мы возвещаем о том, что я в завете с Ним, что я вступил с Ним в завет при жертве, при Его жертве. Я в завете с Ним, и для меня это не просто хлеб, это манифестация завета, того завета, который Он определил для того, чтобы быть в завете со мною. и каждый раз это напоминание для меня, это вопрос для меня, как с моей частью, как с моим посвящением, как с моей частью завета, что с Ним, как с моей стороны, что я делаю или что я не делаю. Завет это не дорога в один конец. Завет это обоюдное движение от Бога ко мне и от меня к Богу. Аминь. Это движение. Это не стояние на месте, это движение. Он влечет меня к себе, и Он приходит в мою жизнь, и Он говорит ко мне, и Он побуждает меня, и Он снова и снова будоражит нас, чтобы мы не остановились, чтобы мы не остыли, чтобы мы не забыли, что просто завет, что просто вот мы не стали потребителями завета. Знаете, в Ветховом завете там была одна история, одна история, это книги, по-моему, пророка Иеремии, там написано, что когда-то израильтяне, они сделали неправильные вещи, они сделали неправильные вещи, они своих же братьев взяли в рабство, Бог этого не хотел, они сделали рабами своих же, и в этом, когда Бог обличал, они сделали это жертвоприношение завета, понимаете, это неугодно было Богу, и вроде бы все правильно, рассеченные животные, прохождение между, все правильно, но при этом они сами потом и нарушили и вернули их к себе снова рабами, поэтому Господь сказал, я отдам вас в руки врагов ваших, знаете, пусть это не будет просто ритуал, хотя ритуал был сделан безукоризненно и правильный, но вопрос в том, какие решения следуют за ритуалом, аминь, какие решения происходят в наших сердцах, что происходит там внутри, если в моем сердце трепет, почтение и уважение к моему Господу и желание прославить Его и возвеличить Его имя и превознести Его, если в моем сердце желание распространить Его Царство, если в моем сердце желание о том, чтобы спасенных людей было больше, если в моем сердце желание ходить Его путями, уклоняться от путей неправедных, если в моем сердце желание отгонять всех этих хищных птиц, если в моем сердце желание взять ответственность и сказать Богу «Да, Господь, не мои условия, но Твои, не я определяю, не я законодатель, а Ты законодатель, Ты определяешь смысл и содержание всей моей жизни, Ты написал все дни жизни для меня предназначенные, когда их ни одного еще не было, и мы думаем «Аллилуйя, Бог написал, да, но Он там написал какими должны быть эти дни, каким смыслом они должны быть наполнены, что должно происходить в этих днях, чем я должен заниматься в эти дни, кому я должен служить, кто для меня главный, я сам или Бог, это Божье определение, Господи, помоги нам сегодня заглянуть глубоко-глубоко в наши сердца, помоги нам Господь выйти из нашего комфорта, выйти и подойти к Нему. В твоем песне такое «Как там, я хочу подойти к тебе поближе, ». А где остальные? Нету никого. Вам предложение на? Выходите. Не, все, выходите, выходите. Необычно. хорошая песня. Подойти поближе. Раны от гвоздей поцеловать. Пасха, но сегодня же не Пасха. Пасха наша Христос. А Христос вчера, сегодня, и вояки тот же. Аминь. Христа нужно чтить каждый день в своей жизни, не только раз в году. И можно почитать каждое мгновение своей жизни, когда ты утром устаешь и вечером ложишься спать, когда ты среди суетности дня останавливаешься на мгновение и говоришь Господи, ты принес себя в жертву живую. Ты принес себя для того, чтобы я мог сегодня быть в завете с тобой. Братья, придите, пожалуйста, можете уже взять причастие. Аллилуйя. Иисус, ты наша жизнь. ты умер за всех, чтобы живущие, давайте мы поднимемся, уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. И сегодня ты бросаешь нам этот вызов. Ты бросаешь нам этот вызов. для кого мы живем? С кем мы в отношениях? И какие наши отношения? Насколько они глубоки? на какую дистанцию Бог может рассчитывать в этом совместном забеге вместе с нами? бегущие бегущие на ресталище они не просто бегут и бьют воздухом, но не хотят получить награду. Аминь. мы не просто бьем воздух, мы не просто что-то изображаем, но мы хотим вместе с Ним в этом завете через жертву Иисуса прорваться к своему призванию, прорваться к этой судьбе дарованной нам от Бога. Господи прости нас, прости Господь за суету, прости что не отгоняли этих птиц, позволяли им клевать, не отгоняли свои страхи, свои сомнения. Боже, помоги нам сегодня посмотреть снова на Тебя. Мы собраны здесь во имя Твое. Господи, нам хочется, чтобы Ты назвал нас своими и Ты назвал нас святыми, которые вступили в завет при жертве. Дай нам каждому пересмотреть свое посвящение, пересмотреть свое отношение к Тебе. Благослови, Господь. Ты умер за всех. Ты умер за каждого человека. Боже, дай свой мир, дай свой покой, свою надежду. Аллелуйя. Может, кто-то есть, кто хотел бы сегодня покаяться, если ты еще никогда не молился Богу молитвой покаяния и не просил, чтобы он простил твои грехи. Бог здесь, на этом месте, и Он слышит твою молитву. Может быть, ты отступил от Бога. Если кто-то есть, то хотел бы молиться, ты молитвой покаяния, обращаясь к Богу. Если кто-то хочет, ты понимаешь, что это день, в который тебе нужно принять решение, сказать Богу да и последовать за Ним. Сказать Богу да, вот моя жизнь. Господь, возьми мою жизнь в свои руки. Если кто-то есть на этом месте, просто подними свою руку там, где ты стоишь. Все спасенные? Хорошо. Господи, благослови, каждого человека, кто будет участвовать в этом таинстве, кто будет принимать хлеб, который из тела твоего и чашу, которая есть, чаша крови твоей, за нас проливаемая. помоги нам, Господь, снова провозгласить, возвестить о твоей смерти. Помоги нам, Господь, пройти через эту жертву. Помоги нам, Господь, восстановить свой завет с тобой. Аллилуйя! Благослови! блослови! talking on am c Кровь Твоя, кровь Нового Завета, Аллилуйя! Благодарим Тебя, Боже, за эту привилегию и честь быть в Завете с Тобой. Благодарим Тебя, Боже, за эту привилегию. Благодарим Тебя, Боже, за эту привилегию. Благодарим Тебя, Боже, за эту привилегию. Благодарим Тебя, Боже, за эту привилегию.